здравствуйте дорогие друзья снова я б.м. знаете очень часто я читаю ваших комментариях такую мысль что вы удивляетесь тому что либералы ваши там российские но можно сказать боготворят сша канаду все время ставят в пример говорят что это самые лучшие страны лучшие экономики ну канада действительно как бы миром признана третьей страной в мире по уровню жизни здесь есть принципе довольно много плюсов об этом об этих плюсах я уже когда-то рассказывал вот но есть канаде и минусы сша их гораздо больше я об этом очень часто говорю в своих видеороликах но в данный момент мы с вами едем по монреале монреале есть тоже разные районы город довольно большой и у нас сегодня с вами будет возможность проехаться по району который не считается престижным дело в том что вот есть строительство мостов развязок довольно грандиозное строительство затеяли в монреале я об этом тоже уже снимал и показывал вот но один из грузов которые мне надо было получить я прекрасно знал что будут проблемы и сложности с тем чтобы добраться туда на это место потому что ну как бы сначала одна дорога была потом они начали строительство я использовал другую дорогу но потом знал что дорогу которую я использовал в прошлый раз ее закрыли они начали делать свои вот эти вот construction works дальше честно говоря когда получил этот груз не имел представления даже как же я туда доеду абсолютно не был уверен потому что весь низкие мосты улице узкие разъехаться там трудно и лучше повернуть на грузовике на котором я езжу там трудно поэтому ехал я на эту фабрику бумажную но свой страх и риск не знал точно правильная еду или нет поэтому у меня получилось заснять на грузовике там где обычно я на грузовике не езжу как я вам говорил я обещал показать другие районы монреаля обещал проехать на машине на машине пока у меня времени не было этим заниматься но появилась возможность проехать на грузовике там где раньше я этого не делал и посмотрите на старый район как бы не не престижный район монреаля то есть есть разные районы как я сказал в этом районе я никогда не жил и не жил бы мне кажется что те люди которые здесь живут мне кажется но это просто мрак и для того чтобы покидать до любой абсолютно город бывшего советского союза и при этом переселиться как вот например в нью-йорк я показывал мой взгляд этот полный мрак они город и жить там депрессивно но вот и в этом районе монреаля на мой взгляд тоже если бы я здесь жил я думаю что я бы охренел и с ума сошел поэтому вы должны понимать что в любом городе сша в любом городе канады есть районы где живут люди и эти районы далеки от ваших представлений которые вы своих не знаю розовых мечтах вас при как-то так представляете себе перед иммиграцией так вот я могу сказать что если бы кто-нибудь мне показал такие вот места в канаде которые я вам снимаю такие места в америке которые я вам снимаю я думаю что никуда бы я не поехал и очень сильно жалею что никто ничего подобного мне никогда не показывал вот ваших комментариях я помню читал удивляй удивлялись как чистится снег ну вот но в канаде по сравнению с америка и снег еще чистится и как но как в канаде чистится снег по сравнению с россией это вы должны решать сами видите здесь есть машины которые припаркованы на обочинах дорог на мой взгляд я конечно не могу утверждать но насколько насколько я это видел вот я конечно может быть могу ошибаться везде ли так или не везде но на мой взгляд это ничем не отличается от того что вы видите у себя то есть там где реально выпадает много снега в россии я думаю тоже самое и при этом и при этом я уверен что ходят люди особенно либералы тычет пальцем и говорят какой кошмар какой ужас это безответственно безалаберно и в общем все такое и вдувают в уши о том что этот беспредел только у вас в россии то есть весь мир процветает только рашка загнивает во всем мире все вылизывается и чистится там чуть ли не порошком асфальт или какими-то другими моющими средствами а вот у вас грязь вот пожалуйста я снимаю как у нас в монреале вот то есть какие то какие то ложные представления всегда будут вам рассказывать смотрите как это на самом деле то есть для того чтобы откопать свою машину вам надо просто также точно как и у вас выйти с лопатой рано утром потому что за вас это никто делать не будет все вы хотите выехать на работу выйти с лопатой и просто брать и откапывать свою машину если вы женщина слабая беззащитная то же самое если вы одинокая у вас нет кому этим заниматься эти кто-то откопался кто-то не откопался посмотрите на дома эти дома тоже старые вот эти дома кстати тоже где-то много квартирные дома тоже наверное где-то тридцатых годов судя по планировке никаких изысков внутри все скромно внутри все скрипит во многих домах как вы видите на второй этаж вы будете заходить по внешней лестнице по внешней лестнице на второй этаж сумками с ребенком если он у вас есть вот это канада здесь кто-то живет здесь живут и русские в том числе и канадцы я буду еще показывать и хорошие районы монреаля вот в канаде действительно реально есть ну вот такая такая разница между хорошим и плохим то есть есть и такое г как я очень часто говорю как в америке есть и получше вот но люди то живут в разных местах доход то разный если вы считаете что приехав в канаду вы обязательно будете жить в самом лучшем районе вашего города кровь как сильно вы ошибаетесь это это вы думаете остальные которые здесь живут которые здесь родились они не хотят жить в более лучшем районе я думаю хотят но они там не живут очень часто ропщим на наши хрущевские пятиэтажки так я вот недавно в октябре был харькове ходил по районам где я жил показывал вам дома где жил я могу сказать что тех рощи хрущевские пятиэтажки хорома по сравнению с этим но мы никогда не ценили то что мы получали бесплатно это надо арендовать за очень приличные деньги в районе где-то там тысячи долларов в месяц где-то больше уже где-то чуть меньше тоже не огромные апартаменты где-то там не знаю кто-то арендует одну спальню кто-то 2 это дороже то есть еще раз реально говорю если бы я свое время точно понимал как выглядит канада если бы люди точно понимали как выглядят сша я думаю люди 30 раз бы подумали а стоит ли бросать все ехать это мое мнение естественно будут люди которые сейчас будут бежать и говорить что мое мнение неправильно но это мое мнение если кто-то с ним согласен хорошо если кто-то не согласен всегда есть на канале которые упорно кричат о том что а вот гляньте вот посмотрите а как в этом городе а как в том городе а вот там-то в америке там-то все хорошо замечательно и несмотря на то что я без монтажа еду показываю большие населенные пункты малые населённые пункты города большие города средние любые города которые вы знаете но все равно есть люди которые не верят есть люди которые думают это шутки есть люди которые думают это какой-то развод поэтому иногда знаете хочется вообще ничего не говорить просто включить камеру ехать молча но также читаю комментарии что кто-то скучает по моим по моим комментариям по моему мнению поэтому буду иногда ехать молча иногда показывать и высказывать своими еще раз говорю это город в котором я живу это все что вы видите это несмотря на все это я действительно убежден вижу и действительно считаю что канада в разы лучше сша как я уже говорил по многим другим причинам то что есть в канаде нету не по недоступно американцам я имею ввиду бесплатное медицинское обслуживание недоступно доступное в канаде образование в америке это недоступно но кто оценивал как бы уровень уровень жизни в канаде вы знаете вы знаете уровень жизни это настолько такое субъективное мнение как это оценивается я даже затрудняюсь вам сказать но по моим ощущениям вот серьезно я был все вот эти виды я бы променял бы на возвращение в ссср может быть у меня машина была не такая бы какая сейчас я бы жил как-то спокойно без надрыва без без вот таких вот поток заработать деньги вокруг меня все люди были бы одинаковые знаете когда жил в ссср мне казалось что это какая-то клетка что это какая-то вот сидишь там все за железным занавесом у тебя грязь когда приезжаешь на пмж когда ты приезжаешь на курорт у тебя нет возможности понять что такое за рубеж ну вот ну и знаете вот куда там у нас очень некий нигде египет старая европа там хотя бы архитектура там хотя бы красиво уже прагу съездить там действительно хотя бы красиво а новый свет сша канада здесь это все но вот это вот совсем не как европе все очень просто топорно квадратно безвкусно не интересно сера разве что центр города даунтауны там небоскреба и но это вы знаете ребят выше к этому привыкаете вы не живете в небоскребах вы живете вот таком где-то чуть лучше где-то чуть хуже но в таком и вокруг себя вы видите в основном такое поэтому есть действительно выражение хорошо там где нас нет потому что мы всегда приставляем знаете вот другое выражение у соседа всегда трава зеленее не ценим мы то что мы имеем плюс еще и баки нам забивают враньем всяким что имеем там и плохо слонам мясо не додали именно поэтому я и начал показывать когда я читаю комментарии что люди говорят спасибо и там нас уберег от от того что мы повар давали все и переехали в сша или в канаду я когда-то говорил по-моему все таки это говорю в комментариях естественно не так много это прочитала людей я говорил что мое мнение мое мнение только какие-то перспективные спортсмены на западе сша в канаде могут иметь больше возможностей мне кажется это это право естественно перспективный спортсмен может иметь больше способ возможностей ну да чем в россии на украине беларуси в казахстане может быть реально какой-то великий замечательный крутейший программист все остальные все остальные я не думаю что у них будет больше возможностей нам всегда кажется что мы особенно и у нас будет не так как у других вот там ребята делайте выводы делитесь увиденным со своими друзьями потому что мне кажется загидывать тут нечем стремится особо тут не к чему бросать свою родину и переезжать сюда незачем вряд ли будет здесь лучше но будет тяжелее это точно совершенно другой менталитет совершенно другие правила совершенно другое общество нелегко к этому привыкнуть наверное идеальных мест на планете вообще нет я не знаю в общем такой вот репортаж знаете сейчас я озвучиваю вот этот ролик как вы видите я снимал его на видеорегистратор проехал а потом подумал чего бы не показать это людям обычно я камерой кручу здесь вот оно к зеркалу то есть не зеркало к стеклу прилеплено проехал и решил показать показать как есть показать правдиво без прикраски чтоб делали вывод самостоятельно поэтому ребята делитесь всеми этими видео и моими и другими видео с других каналов которые показывают правду дабы как можно меньше оставалось людей в невидиме как можно меньше оставалось людей которые смотрят на запад не смотрят вокруг себя они ценят места где они живут надо свои города ценить не гадить там жить среди друзей среди родных и среди общества которое вам не чуждо а вы являетесь частью этого общества со схожим менталитетом привычками ценностями помните что от вас зависит развитие канала что только количество ваших комментариев обсуждений продвигает каждое видео работа которую я делаю но что это важно поэтому прошу помогать в продвижении этой информации приводите своих друзей родных показывайте это все кому только можете показывать вместе мы можем сделать многое подписывайтесь на канал с уважением к вам покаясь что у у у у у у у